Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа Репортер, я и ведущий Алексей Коноплёв. Погода, как видите, даже не шепчет, а громко, сыро и прохладно заявляет о том, что пришла осень. В связи с этим поздравляем всех учащихся, желаем отличных оценок. А сейчас предлагаю вам посмотреть, какой была последняя неделя лета. И снова в главной роли Олег Белов. Артист начал новую театральную жизнь. Что осталось позади и как идет восстановление? Эксклюзивное интервью Репортера. Культурная непогода. Все выходные над Самарой шел пластилиновый дождь. Чем удивил фестиваль уличных театралов и кто разогнал бродячих артистов? Репортер побывал на выступлении под открытым небом и промок. Мечтать не вредно. В Самаре прошел фестиваль идей. Кто и чего напридумывал? Репортер пообщался с творческой интеллигенцией и задумался над смыслом многих предметов. С началом нового года вас с учебного. Первый раз потащили в школу рюкзаки почти 30 тысяч первоклашек. Малыши все утро стойко переносили муки обучения, мерзли на линейке и слушали наставления учителей. Но для самых маленьких у нас хорошие новости. Паровозик тронулся. В Самаре 1 сентября запустили еще одну железнодорожную ветку. Причем пути проложили через центр города. Протяженность дороги всего 200 метров, но курсирует по ней настоящий состав с двумя вагонами. К дню знаний в парке Щерса завершили ремонт детской железной дороги. Построенная еще в 1984 году, она не работала последние 15 лет. У вагончиков есть ограничения по весу. Взрослым на железную дорогу вход воспрещен. Управлять составом будет специально обученный машинист. А вот стоимость проезда намного выше, чем в общественном транспорте 100 рублей. И теперь о дерзком творчестве. Ради публики самарский композитор пошла на отчаянный шаг. Она перекрасила фортепиано в голубой цвет, выкатила инструмент во двор и устроила уличный концерт. Такая странная мысль пришла к ней в голову во время фестиваля идей. Репортер проникся современным творчеством и прошелся по выставочным залам. Пессимистам, которые говорят, что в Самаре нечем заняться, теперь есть что ответить. Уже целую неделю гудит вся богема города. Художникам, музыкантам, поэтам и прочие пишущие братья подарили выставочный марафон. Каждому дню по смелому решению. Тут чего только не происходит. Смысл в том, что любой может прийти и реализовать свою самую безумную мысль. Тут поймут, примут и похвалят творчество без границ. Вытащить на улицу голубое фортепиано и устроить концерт, что может быть проще и интереснее. Все происходит в стиле западных концертов в парках. А после этого небольшой урок для всех, кто хотел, но не находил времени научиться музицировать. Композитор Ева Таланцева объясняет, что к чему прямо под открытым небом. Вот она, правая педаль, демпферная. Что делает эта педаль? Если играть без педали, звук сухой и интересный. Если зажать педаль и повесить на нее звуки, получается уже нечто очень красивое, наклывающее, романтичное. Попробуйте что-нибудь правой рукой. Каждый день творческая интеллигенция культурно отрывается в музее Модерна. Новое место для встреч и большой повод для обсуждения. Целый фестиваль идей. Такого здесь не устраивали ни разу. Встреча, мастер-классы и кинопоказы – все и сразу нон-стоп. Участники говорят, тут можно поселиться и остаться жить на неделю. Вероприятие – это оно полезное, но саморегулирующееся. То есть его чистота зависит не от того, насколько часто они организуются, а насколько часто люди готовы это все проводить. Здесь чем чуднее, тем моднее. В каждом объекте ищут глубокий смысл, даже если это консервная банка. И не важно, что у многих вещей нет практического применения. Из Екатеринбурга привезли проект с динамичным названием группы «Куда бегут собаки». Так называемые антивиртуальные шлемы с эффектом дополненной реальности. Устройство помогает взглянуть на себя с необычного ракурса и может быть найти ответ на вопрос – куда торопились те самые собаки из названия? Я вижу руки свои. Они расширяют человеческие возможности. Например, можно видеть себя от третьего лица сверху. Или один глаз может видеть также прямо, а другой видеть то, что происходит сзади. Ну и разные другие еще вариации. Возвращает посетителей в реальность проект пропаганды фотографирования. Московские художники предлагают свои полуфабрикаты для крутых снимков. За минуту можно стать блондинкой и даже искупаться в бассейне с крокодилами. Любая заготовка для суперкадров в модный Инстаграм. Так культура идет в массы. Тех, кого раньше было не заманить в музей, теперь с удовольствием не проходят мимо. Собственно говоря, случайный прохожий, который проходил мимо, решил заглянуть. Сейчас много знакомств, но приятно. Приятно, что у нас в Самаре, в рамках Самары проходят такие мероприятия. Это в первую очередь очень живо отражается на всех людях. Мека для творческих и смелых будет открыта до конца недели. В воскресенье выставка наберет обороты. Посетителям расскажут, как рисовать на кофе и будут принуждать к интерпретации. Тем, кто не понял творческих порывов, просьба не расстраиваться. У всего, что необъяснимо теперь, есть одно общее название – современное искусство. Творческий беспорядок продолжили театралы. В эти выходные в городе было ярко и празднично от дождя. Разноцветные тучи сгустились на два дня над Струковским парком. Непростой, а театрально-пластилиновый ливень прошел над уличной сценой и собрал лучших артистов молчаливого жанра. Репортер узнал, кто разогнал фестивальную публику и сложно ли мужчинам ходить на огромных каблуках. Такого поворота сюжета зрители никак не ожидали. Название фестиваля обыграло само себя в разгар дня. Пошел не пластилиновый, а самый настоящий дождь. Казалось, все находится на грани срыва. Но ни погоды тут никого не смутишь. Музыканты, как ни в чем не бывало, продолжали выступать. Мастеры на время прикрыли торговый городок. Уличные художники сцену перенесли под навес. Преданная публика сложила зонты и продолжила смотреть выступления питерского театра нон-стоп. Стрелочник, дорога и выбор непременно. Смерть и рядом любовь. Он, при виде нее, теряет дар речи. Она теряет от него голову, несмотря на то, что сама смерть. Депрессивные фантазии Петербурга дождливой Самаре пришлись по вкусу. В Самаре десантировались нормально. Сначала пришлось пробомбить немножечко крышу. Амфициады, потому что дождь. Так-то, в принципе, нормально. Почти сухо, почти комфортно. Только иллюминатор потеет немного. Самой большой загадкой постановки оказался исполнитель роли смерти. Мужчина простоял на огромных каблуках целый час. Это дело привычки. Как на велосипеде. Пластилиновый дождь в Самаре идет уже третий год. Организаторы вытащили из тени на улицу, коллективы о которых в нашем городе мало кто слышал. В этот раз поставили рекорд. Творческий ливень устроили 50 театров. Венгрия, Испания и Италия остались приятно удивлены. Жанр в этом году для театра необычный. Стимпанк закрутил гайки и заставил организаторов пофантазировать над оформлением. Но у них голова о другом болит. Весь этот праздник за счет заведения. Большая часть средств на организацию пришла из карманов артиста независимого театра «Пластилиновый дождь». Они творческие и очень перспективные. Просят открикнуться не менее интересующихся, чтобы помогли, чем могли. Почему же у вас нет спонсора? Где вы? Придите, вам будет хорошо, вам будет весело. И самое главное, у нас будет больше возможностей, еще больше, еще интереснее сделать программу. Не исключено, что в следующем году «Пластилиновый дождь» усилится. Будет идти не два дня, а три. И местами затронет Тольятти. Главное, что артистам много не надо. Небо над головой, площадка метр на метр. И внимание зрителей. А почему бы не попробовать поднять настроение на новый уровень именно в такую погоду? Когда мокро, когда серо, когда, казалось бы, должно быть грустно. Мы сегодня попробуем доказать, что может быть очень весело и солнечно и радостно в такой день. Возвращение большого артиста. После длительного перерыва легенды самарского драматического Олег Белов снова в строю. После тяжелейшей болезни он вышел на сцену филармонии и дал жизнь новому театральному музыкальному сезону. После чего пообщался с репортером. О том, где брать силы, когда опускаются руки. О вечных ценностях и новых смыслах. Вторая жизнь Олега Белова в нашем эксклюзивном интервью. Занавес вот тут, да, по максимуму нормально, мне кажется. И вот тут будет кресло. Вот тут будет кресло. Харизматичный, обаятельный и невероятно теплый Олег Белов своим знаменитым тембром мягко и очень душевно приглашает пройти на репетицию. Он готовится ко второму выступлению в своей новой жизни. Будет играть перед самой требовательной публикой. Сегодня артист – настоящий сказочник. Моя дюма, она говорит, волнуйся. Я говорю, да, думаю, сейчас скажет мне, тебе нельзя, Олег. Но как же артист может быть без волнения? Что бы ни было, какое бы ни было, все равно волнение. Оно нормальное волнение. Это не должно быть волнение такое, которое тебя сковывает вот так. А нормальное волнение, без волнения нельзя. Артист будет первым выступать в обновленном зале филармонии. Принарядилась к очередному сезону. Новые кресла и блестящий паркет. Все замерло и ждет премьеры. Белов уверяет каждое движение до миллиметра. Пока для него это самое сложное в роли. Парализованная левая сторона тела еще только учится работать. В этом спектакле метру не придется вставать с кресла. Смотрится? Все. 2012-й стал для него роковым годом. 2013-й станет годом возвращения. Но не к прежнему, к новому, когда почти все придется выучить и осознать сначала. Таким он открывает и новый сезон. Ну я сейчас жизнь вообще, я ее сейчас ценю и как бы каждую минуту и радуешься всему. К сожалению, я вот так вот думаешь, думаешь, ну почему обязательно нужно пережить вот что-то такое, чтобы понять. После болезни для него открылась новая другая сторона жизни. Сейчас артист трудится над несколькими благотворительными проектами для детей-инвалидов. Выступает на площадках, куда театральные со своим реквизитом не доезжают. Теперь ему такой искренний и маленький зритель даже ближе. Оля Лукова, как ты хотела. Как хотела. Как хотела, Оля Лукова. С большой теплотой он вспоминает любимый драматический, откуда был уволен по состоянию здоровья. Но театр ждет его триумфального возвращения. Белов тоже ждет, он знает точно, когда поправится, вернется и туда. И сыграет в спектакле о мышах и людях. В театре хотят возобновить эту постановку. Олег Белов хочет лично от себя сказать большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал его в трудные моменты. Скажет так, как умеет лучше всего, игрой на родной сцене. Вот этот порыв, за него хочется сказать спасибо огромное. Огромное спасибо людям. Но главное спасибо ей, жене Галине. Она и костюмер, и критик, и декоратор. Возвращение Белова на сцену – это ее заслуга. Для меня важно, что он жив, что он с нами. И поэтому, не знаю, больше, наверное, ничего не нужно. Главное, чтобы у него вот блестели глаза. Ну вот я его люблю. Вот так. За несколько минут до спектакля Белов шутит, улыбается и рассказывает истории из театральной жизни. За внешне спокойным видом скрываются настоящие страсти. Сцена для него – вся жизнь. Врачи даже прописали артисту выступление в небольших количествах. Лучше для него лекарства медицины придумать не в силах. Ничто так не восстанавливает, как нормальная бытовая жизнь, когда тебе нужна и рука, и нога. И ты все время сталкиваешься с тем, что тебе надо взять, с тем, что тебе надо это. Спектакль для самых маленьких за органом Людмилы Камелина. Сказку о хрустальном колокольчике читает Олег Белов. На полчаса зал замирает. Толя случайно залетел с уховей, заблудившийся в пустыне, но натворил этот ураган страшных бед. Настоящий сказочник Ольеву Коля. Спасибо за большой праздник. За закрытым занавесом его вновь ждут зрители. Все как всегда, как бывало раньше. Благодарность, цветы и море улыбок. Он, немного уставший и счастливый, пойдет домой в сценическом костюме. Отдохнет, а потом сядет за новую роль. Он обещает, их еще будет достаточно. На сегодня у меня все, дорогие телезрители. Верьте в свои силы, не замерзайте и не грустите, ведь скоро будет лето бабье. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова